Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что выходные прошли довольно-таки неплохо и вы смогли сохранить хорошее расположение духа, потому что правильный настрой в трейдинге, как вы точно знаете и без меня, это уже половина дела, которая в конечном счете будет способствовать принятию фиктивных решений и заключению прибыльных сделок. Друзья, мы вступаем, по сути, в новую неделю. Впереди у нас довольно насыщенные пять торговых сессий, поскольку мы с вами ждем и заседание ОПЕК, которое касается перспектив рынка черного золота и нашей излюбленной нефти, которую мы анализируем каждый день. Соответственно, заседание ОПЕК и то, как оно скажется на динамике нефти, будет отражено в курсе российского валютного актива. Это совсем уж актуальная тема для рынка России, для спекулянтов на нем. Помимо этого, на этой неделе в среду поздним вечером традиционно нас ожидают протоколы американского регулятора, которые в конечном счете должны нас подготовить уже к июньскому заседанию, поскольку именно анализ риторики и того идейного концепта, которого сейчас придерживается представить американского регулятора, будет достаточно, чтобы прикинуть еще раз оценки расстановку сил и мнения по поводу того, что может произойти с политикой американского регулятора уже в самое ближайшее время. В принципе, июньский месяц у нас также не за горами, там событий еще больше, будем основной акцент делать на политические темы. Кстати, 8 июня, как вы помните, если забыли, повторяю, и ни в коем случае не упускайте, скажем, этот фундамент, особенно если вы спекулируете фундаментом, 8 июня состоятся внеочередные парламентские выборы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями продолжены выскать те самые аргументы, которые должны все-таки обеспечить британца коррекционным импульсом. Мы это тщательно делали на прошлой неделе, но, к сожалению, пока на рынке складывается ситуация, когда трейдеры побаиваются торговать через оправданный и фундаментальный, опять же, тренд ослабления рисковых инструментов, потому что понимают, что сейчас делать акцент на усиление геополитических рисков, соответственно, на рост защитных инструментов лучше и выгоднее. Но такие родные новостные события обычно длятся недолго. Нам самое главное поймать, правильно будет сказать, даже дождаться этого переломного момента, когда мы снова сможем вернуться к покупкам доллара, или, по крайней мере, мы от этих покупок еще не отказывались. Нам просто хотелось бы сейчас в ближайшее время получить более оправданные движения, которые связаны с укреплением позиций американцев. Ну, давайте, друзья, во всем порядку. Не забывайте о том, что сегодня в 16.30 состоится еще вебинар, где мы снова пробежимся по основным событиям фундаментального характера прошлой недели. Еще раз проанализируем самые важные из них и попробуем оценить, смогут ли события прошлой недели повлиять на динамику активов, которыми мы торгуем изо дня в день уже и в ходе этой недели. Если есть возможность присутствовать физически, я с удовольствием вас всех приглашаю, не только чтобы, собственно, послушать, что я говорю, присоединиться к обсуждению, позадавать вопросы и получить ответ на те вопросы, которые вас интересуют. Сегодня в 16.30 по Москве. Если не будет возможности поприсутствовать непосредственно на вебинаре онлайн, тогда посмотрите уже запись. Ну и плюс ко всему, как и всегда, обязуюсь быть с вами каждый день в 9.30 по Москве через прямой эфир в Перископе. Ну теперь, друзья, давайте переходить, собственно, к нефти. Клоза торговой сессии пятницы. 53.63 сейчас актив торгуется еще выше. 54.06. Признаться, я искренне верил в то, что мы не получим повторение той динамики, которую наблюдали в конце 2016 года. Напоминаю, что тогда у нас была подготовка первая за много лет к глобальному аналитическому пакту и присутствовали надежды на то, что этой сделке, напомню, что страны ОПЕК и еще несколько регионов, которые не участники данной организации, но которые присоединились к аналитическому пакту, приняли решение ограничить совместными усилиями объемы по производству нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Хорошо, ладно, если мотать назад и еще опустить вот эти 4 месяца, которые прошли в 2017 году, ну, были действительно надежды на то, что каким-то чудом этих объемов будет достаточно, чтобы ребалансировать рынок, чтобы поспособствовать тому, чтобы котировки оклемались и пошли вверх, снова оказались выше 60 долларов за баррель. Но сейчас это ведь уже не так. Мы говорим уже постфактом того, что сделка зарекомендовала себя с точки зрения своей неэффективности. Очень много воды утекло, связанное с тем, что высказывались отдельные представители ОПЕК, лидеры мнения и уже признавали то, что эта сделка неэффективна, потому что изначально из виду был упущен такой момент, как возможность увеличения нефтедобычи в тех регионах, которые не будут участниками этой сделки. Поэтому я наивно надеялся и полагал, что опыт, опять же, несостоятельности первого этапа этой сделки будет учтен сейчас рынком. И трейдеры осознают тот факт, что сохранение этой сделки, этого пакта, да пусть даже на 9 месяцев, как было решено, в неизменной редакции этого будет недостаточно, чтобы вернуть цены на нефть на более высокие ценовые значения. Единственная причина, по которой сейчас этот рост имеет место быть, как мы, собственно, видим по констатации дневных и недельных результатов, так это спекулятивные ожидания. Ну, выходит, что рынок готов наступать на те же самые грабли несколько раз подряд. Друзья, является ли это причиной, из-за которой мы должны отказаться от наших сделок, связанных с фундаментальным обоснованием того, почему нефть должна снижаться? Для меня нет. Если вы все-таки убедились в том, что цены на нефть могут расти дальше, рынок убедил вас, может быть, вы отслеживаете какой-то альтернативный фундамент, который я упускаю, и у вас есть представление о том, что котировки могут вырасти тогда, конечно же, флаг вам в руки, вы можете рискнуть, и вместе с все-таки присутствующим определенным процентом трейдеров сейчас надеяться на то, что продление этого пакта до марта 2018 года будет переломным моментом во всей кондентуре рынка черного золота и поспособствует росту котировок. Я буду сохранять прежнюю и вежу позицию, потому что знаю, что позиции фундаментальные, даже новостные, подкрепленные в связи с тем информационным фоном, который мы анализируем, они более оправданы, они более взвешены и более, на мой взгляд, объективны. Тем более, если опустить из виду, опять же, сделку ОПЕК, хорошо, 25 мая, считайте, что уже, по сути, не с горами, мы будем, так, сегодня 22-е, получается, 23-е, в четверг наблюдать за тем, как стороны обсудят перспективы аналитического пакта, но считается, что речь уже будет носить формальный характер, потому что еще в прошлый понедельник стало ясно то, что и Россия, и Саудовская Аравия, как лидеры мнения, уже, по сути, признали факт того, что сделку нужно продлевать. Не нужно сомневаться в том, что действительно ее продлят. Но будет ли это еще большим импульсом для котировок нефти, я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что до четверга у нас будет с вами снова возможность прогнозировать статистику по штатам. Ее, кстати, в принципе, как каждую неделю хватает. Напоминаю, что еще в прошлую пятницу вышел отчет Беккер-Хьюз. Мы с вами ждали роста количества терминалов, конечно же, потому что понимали, что число терминалов должно расти, учитывая тот новостной фон по объемам добычи, который сложился. 720 штук, друзья, собственно, с прошлого значения 712. Это 18-я неделя подряд роста. И сейчас объемы добычи в Штатах уже находятся на максимуме с марта 2015 года на отметке 9,31 миллиона. Я верю в Соединенные Штаты Америки, верю, как в регион способны оказать еще большее дестабилизирующее воздействие на весь рынок черного золота. И считаю то, что можно и подождать еще несколько дней, пока позиция медведей наберет обороты и все-таки будет смещать котировки нефти в район 50 долларов за баррель. Поэтому следим за новостным фоном. Я, разумеется, если появятся какие-то интересные новости, буду держать вас в курсе, в следующий раз мы уже поговорим о нефти завтра в 9.30 по Москве, но пока я верю в то, что цены на нефть все-таки могут развернуться и отправиться к тем уровням, которые я обозначил. Рубль 56.62 без, соответственно, ослабления нефти мы не сможем получить сигнал для девальвации российского валютного актива. Трейдеры сейчас уже все смелились с фактом, что есть какой-то психологический рубеж по нефти, который и расценивается как отправная точка для полученной волатильности рубля. На статистику никто российскую не обращает внимания, потому что статистика совершенно никак не связана с реальностью, вы сильные данные, никто не верит. Между прочим, я могу провести параллель с макроэкономическими отчетами еще в Англии, потому что мы видим сильные цифры, но они не бьются с тем фундаментом, который, в принципе, должен сейчас быть реальностью для английской экономики уже по факту Брейлиста. Ну, о фунте давайте поговорим чуть позже. Европейская валюта в пятницу снова выросла и не просто выросла, а протестировала новый уровень очень высокого сопротивления 1.12 сейчас, котировки 1.11.93. Если, опять же, руководствоваться сантиментом рыночным, можно сказать, что Кайман сейчас, который оценивает рыночное настроение, отрабатывает себя очень неплохо. Если рынок все-таки больше подвержен сейчас именно оценке рыночных настроений, то пока мы не увидим слома позиционного настроя, европейская валюта будет претендовать на то, чтобы забраться на еще более высокие ценовые значения. Стоит ли плюсовать к росту евро и пытаться объяснить национальной статистикой? Ну, я думаю, что нет, потому что евро не может так сильно расти на обычных статистических данных. Должен быть какой-то сверхчумовой позитив, например, то, что Европейский центральный банк отказался от стимулов и готов перейти к ужесточению монетарной политики. Ну, вы знаете, что таких сигналов на рынке не было. Даже тогда, когда появлялись намеки на это, Европейский центральный банк в лице Траги опровергал эти слухи и сообщал о том, что до тех пор, пока базовая инфляция не достигнет цели, хотя бы не приблизится к 1,8-2%, экономические стимулы, программы количественного смещения и низкие процентные ставки будут оставаться на прежних значениях более длительный период времени. Поэтому единственная причина, по которой европейская валюта сейчас растет, это, наверное, с одной стороны, действительно оценка рыночных настроений, та игра, которую затеяли маркетмейкеры, понимая то, что сейчас экстремально высокая, короткая позиция по евро, и чтобы уж оправдывать такие классические рыночные постулаты, что рынок не может позволить заработать всем, нужно допускать тот факт, что евро предпримет попытку забраться еще повыше. Что касается другой причины, ну это, конечно же, слабый доллар, который, к сожалению, снова пострадал из-за обновленного новостного фона по Трампу, новых обвинений в его адресы и пересмотренных уже о сроках дальнейших реформ, которые он должен все-таки притворять в жизни. Вы знаете, что это и налоговая реформа, это регулирование отдельных секторов, это увеличение бюджетных трат, реформа здравоохранения, в общем, куча обещаний, которые еще не реализованы, но которые остаются на повестке дня. И вроде бы как мы двумя неделями ранее собрались к тому, чтобы дождаться как раз вот этих серьезных, необходимых шагов, которые могли бы привести к росту доллара, настроить нас еще и под заседание ФРС, подготовить, потому что повышение ставки в июне это неизбежно. Кстати, 13-14 июня мы ждем, собственно, 14 июня итоги двухдневного заседания и, соответственно, пересмотра основных параметров денежно-кредитной политики. Но пока вынуждены мириться с тем фактом, что трейдеры сделали акцент на защитные инструменты, потому что произошел очевидный факт ухудшения геополитической конъюнктуры, которая традиционно переводит инвесторские трейдерские капиталы в защитные инструменты, а здесь одним из защитных активов является иена, оппонент доллара. Поэтому по доллару и японской иены пока что мы не можем получить тот самый серьезный импульс, который должен произойти в ближайшее время. Я уверен, что вряд ли доллар сможет так активно игнорировать приближающееся заседание ФРС и, по сути, вероятность повышения процентной ставки, которая по-прежнему находится на очень высоких значениях. А если так, значит, нужно по доллару и японской иены сейчас терпеть и, соответственно, верить в то, что американская валюта закрепится выше. По евро, друзья, если вы долгосрочный трейдер, я понимаю, то, что, возможно, короткие позиции были уже с очень низких значений. Но признайтесь, то, что и в лунде души вы понимаете, что европейская валюта не может так бесконтрольно нагло расти на том фундаменте, который основан на специфике той монетарной политики, которую мы с вами обсуждаем. Надеюсь, что возвращение к логическим основам долгосрочного трейдинга, появление серьезного продавца на рынке после, опять же, смены позиционного настроения могут позволить рассчитывать нам на то, что европейская валюта уже близка к тем уровням, после которых пойдет формирование прежнего и еще более затяжного нисходящего тренда. Про доллар и японскую иену мы в части поговорили уже. Я хочу лишь сделать здесь маленькую ремарку. То, что мы на этой неделе ждем с вами протоколы. Что можно сказать по факту этих ожиданий? Считаю то, что вправе рассчитывать то, что руководство американского регулятора отметит то, что слабость экономики в первом квартале носила исключительно временный и непродолжительный характер. То, что руководство ФРС подтвердит готовности и приверженности более жесткой монетарной политики. И я еще хочу даже поспекулировать на идее того, что, как вы знаете, между американским регулятором и администрацией Крампа идет самое настоящее противостояние. Ну, мягко говоря, это два ведомства, условно говоря, конечно же, это не совсем правильно, которые не сошлись характерами. Особенно Трамп и Джанет Йеллен. И то, что есть очевидное противостояние между двумя этими видными фигурами, это тоже совершенно очевидный факт. Трамп, собственно, спит и видит, когда истекут полномочия Джанет Йеллен. И уверен, что у него есть уже кандидат, который заменит главного банкира Америки. В свою очередь, Джанет Йеллен сейчас меньше всего, чего хочет, так это дать рынку понять, что американский регулятор зависит от того, что происходит с Трампом. То есть, если каким-то чудом в июне мы все-таки не получим повышение процентной ставки, это будет равносильно тому, что ФРС признал, что обращает внимание на политику и, соответственно, считает, что условия будут более подходящими для ужесточения монетарной политики, когда давление на Трампа снизится. Уверен то, что Джанет Йеллен придерживается совершенно другой позиции. Поэтому политика американский регулятор сейчас совершенно никак не будет заботить. И ФРС в соответствии с ожиданиями, которые присутствуют на рынке, подойдет к июньскому заседанию, к 14 июня, с четким пониманием того, что ставку поднимут на 25 базисных пунктов. Чем ниже сейчас доллар по факту политической неопределенности в Штатах и обвинениях, которые были сделаны в адрес Трампа, просядет, тем более уверенным и существенным будет восстановление за очень короткий промежуток времени, который должен произойти до, собственно, 14 июня. Поэтому я, друзья, рекомендую все-таки сохранять длинные позиции, потому что считаю, что эта тема сейчас больше актуальна. Политику уже дисконтировали в стоимости доллара еще на прошлой неделе. Это серьезная распродажа. Адаптаться на этом фоне, еще больше давить американца, ну, на мой взгляд, было бы глупо, потому что еще больше ухудшить настроение, ну, на мой взгляд, сейчас попросту невозможно. Поэтому с этим новостным фоном нужно сейчас смириться, нужно признать то, что влияние рисков будет уже потихоньку затухать, и мы снова можем ставить на рядовую ожидание повышения процентной ставки. Поэтому по доллару и гене сохраняем длинную позицию. Фунт против американца. Переговоры по Брекзиту будут возобновлены 19 июня, 8 июня еще пройдут парламентские выборы. Завтра из событий важных слушаний по инфляции. Почему я делаю акцент на инфляцию? Потому что увидеть, собственно, на прошлой неделе было последние отчеты по роничным продажам, которые оказались на очень высоких значениях, вопреки логике, связанной с тем, что высокая инфляция оказывает давление на потребительскую активность. Я до сих пор считаю, что это была статистическая ошибка, это не погрешность. Это те данные, которые непременно должны быть пересмотрены. И на фоне инфляции, которая сейчас находится на отметке 2,7% уверен, что потребительская активность должна не просто снижаться, она вообще должна затухнуть, а что, разумеется, повлияет на темпы экономического восстановления Англии. Тем более, что сам Банк Англии уже допустил тот факт, что экономика будет снижаться. Пересмотрели прогнозы, вы помните, двумя неделями ранее, когда у нас была возможность анализировать заседание Банка Англии. Мы накопили достаточно много такого позиционного фундаментального негатива, который почему-то пока на рынке не проявился. Почему? Потому что рынок сделал больше акцент сейчас на трейдинг через слабый доллар и использовал это в качестве покупки рисковых инструментов. Но, как я уже отметил, говоря про пару доллар-японская иена, раз политические риски потихоньку сходят на нет, это уже неинтересная тема, чтобы ее торговать дальше. Пора бы обращать внимание на национальный фундамент, который, собственно, по фунту больше создает возможности для ослабления. Поэтому, как и раньше, по британцу я искренне надеюсь, что уровень 1.30, сейчас, кстати, котировки 1.3007, это и будет то самое сопротивление, которое вряд ли превратится в серьезную поддержку. То есть сопротивлением этот рубеж так и останется, но нужно, чтобы фунт ушел пониже. И если не сегодня, то, по крайней мере, послушание инфляции завтра мы получим намек на то, что экономика потеряет не меньше 0.2-0.3% до конца этого года. И, соответственно, пересмотр прогнозов по экономическому росту и по инфляции должны оказать свое логичное давление и повлиять на ту полиционную динамику, на которую лично я настраиваюсь уже давно. Еще, друзья, хотел обратить ваше внимание на пару юзди-кат. В пятницу у нас были отчеты по роничным продажам и по инфляции в Канаде. Роничные продажи можно пропустить, потому что нас интересует инфляционный показатель больше, потому что на этой неделе состоит заседание Банка Канады. И то, что инфляция базовая снизилась с 1.3% до 1.1% – это, конечно же, предвестник того, что канадский регулятор сохранит мягкий настрой. На фоне всех тех прочих проблем, которые были обозначены на рынке недвижимости с ростом закредитованности, я думаю, что снижение инфляции вкупе с потенциалом снижения цен на нефть должны оказать соответствующее давление на канадскую валюту. Ну и плюс ко всему, я снова напоминаю вам про те сообщения, которые были сделаны на рынке со стороны администрации Трампа на прошлой неделе, но которые почему-то не нашли своего утверждения в Канаде, то, что администрация Трампа сообщила Конгрессу, что собираются пересмотреть торговые условия НАПТО. И по рыночной практике, по устоявшимся уже канонам всех изменений регуляторных документов, у, собственно, руководства США есть 90 дней, чтобы внести эти правки после того, как уведомлен Конгресс. Другими словами, пересмотр НАПТО – это уже решенный вопрос, может быть, дело не дойдет, конечно же, до выхода США из этого североамериканского торгового альянса, но то, что трехсторонние соглашения США, Мексики, Канады притерпят изменения точно против, опять же, регионов Мексики и Канады – это совершенно очевидный факт. Даже канадские производители уже понимают, что спустя месяц-два им анонсируют новые экспортные пошлины на те товары, которые поставляются с их территории на территории Соединенных Штатов по Америке, вслед за повышением экспортных пошлин на древесину. Как вы понимаете, для канадца это серьезные предпосылки для снижения. Поэтому я рекомендовал вам, если мы сможем увидеть пару юрисдикат снова в районе 1,35, в этом случае совершенно не нужно задумываться, чтобы занимать длинные позиции, потому что пара доллар-канадец, учитывая тот фундамент, который я сейчас обозначил, будет использовать этот уровень, чтобы оттолкнуться и пойти уже в район более высоких ценовых значений. Это на отметке 1,37, 38 или даже 1,40. Между прочим, эту цель сейчас обрисовывают своим клиентам Citi и JP Morgan Chase. Интересна ли она вам? Конечно же, решать, собственно, только вам. Но, на мой взгляд, с точки зрения фундамента, Канадец сейчас действительно один из самых основных аутсайдеров на всем рынке Форекса. Что касается событий сегодняшнего дня, ну, традиционно понедельник у нас довольно спокойный день, более-менее стоящие отчеты будут уже на повестке и завтрашнего торгового дня. Ну, их мы, собственно, обсудим завтра в 9.30 традиционно на нашем межневном брифинге. Собственно, друзья, на этом все. Огромное всем спасибо, кто присутствовал в прямом эфире. Желаю вам, конечно же, результативной торговой сессии и такой же результативной недели. Не забывайте, что на этой неделе у нас два суперсобытия. Это протоколы ВРС и заседание, собственно, ОПЕК и других регионов по поводу перспективы энергетического пакта. Будем обсуждать и дальше эти события. Надеюсь, то, что нас, как тех кредитов, которые ожидают рост доллара и ослабление нефти, этот новостной фонд больше порадует в рамках текущей пятидневки. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube к вашим услугам, оставляйте комментарии там. Ну и не забывайте про лайки, большие пальцы. Всего доброго, до свидания.